Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл – айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Прямо сейчас мы разбираем уникальный и даже специальный автомат для Toyota от компании Aisin. Встречаем! Трансмиссия Toyota U440E является разработкой компании Aisin и имеет оригинальное обозначение AW8040LE. Особенность этой трансмиссии в том, что она была создана для работы в паре с малолитражными двигателями объемом до 1,3. Двигатели небольшого объема довольно долго не имели напарника в виде гидромеханической АКПП, а комплектовались безальтернативными МКПП. Но есть экземпляры, которые комплектовались роботизированными коробками, а также вариаторами. На самом деле нет никакой проблемы соединить малолитражный двигатель с гидромеханическим автоматом, но в этом случае возрастет расход топлива, а цена такого решения высока. Опционально небольшую автоматическую трансмиссию для малолитражных двигателей в середине 90-х предлагал концерт Volkswagen. 1,4-литровый мотор для Polo комплектовался автоматом Jatco. Мы, кстати, такой уже разбирали. Кликайте по ссылке и смотрите. В 1999 году компания Toyota решила избавить своих клиентов от рутинной смены передач и выжима педалей сцепления на субкомпактных автомобилях с объемом двигателя до 1,3. Поэтому покупатели Yaris и Toyota Corolla, которая появилась в 2000 году, за разумные деньги смогли стать обладателями двухпедальной комплектации. Аналогичная возможность предоставилась владельцам автомобилей Suzuki, Wagon Air, Balena, Swift, SX4. Специальная модификация этой трансмиссии AW8140LE устанавливалась на Chevrolet, Aveo и Lachete, а также на Ford Fusion и Ford Fiesta. Да, вы правильно поняли, что эта трансмиссия не на Toyota, работала в паре с двигателями объемом до 1,6 литра. Сегодня мы будем разбирать коробку, снятую с Toyota Yaris 2003 года выпуска. В основе этой трансмиссии планетарный редуктор Ravigno, три пакета сцеплений, три тормоза, две обгонных муфты, в гидроблоке 5 соленоидов, третья передача прямая, четвертая, повышенная. Для заправки в эту трансмиссию используется ATF типа Toyota T4, а также Mobil 3309. У этого масла много аналогов, в том числе и под брендами GM и Suzuki. Частичную замену масла рекомендуется производить каждые 30 тысяч километров. При этом удается слить около 2 литров масла. А вот замену масла с фильтром рекомендуется производить каждые 60-80 тысяч километров либо ранее, если трансмиссионная жидкость с признаками подгорания. Полный заправочный объем трансмиссионной жидкости примерно 5,5-6 литров, но такой объем удается слить только после капремонта. Большинство версий данной трансмиссии оснащаются фильтром с металлической сеткой. Это облегченная трансмиссия с урезанным количеством дисков в фрикционах, скоро покажем, а также не самым прочным железом. Прочности хватает для работы с двигателем рабочим объемом до 1,3 литров. То есть владельцы Toyota на нее практически не жалуются. С чуть более мощными двигателями ресурс этого автомата не впечатляет. У спокойных водителей и при частичной замене масла каждые 30 тысяч километров эта коробка выхаживает 200-250 тысяч километров. При этом немало случаев поломки этого автомата с износом корпуса случалось на рубеже 150 тысяч километров. Но и масло меняли 1-2 раза. Об этом мы подробно далее расскажем. Муфта блокировки гидротрансформатора работает в контролируемом скольжении на всех передачах. Блокируется на четвертой, соответственно, изнашивается интенсивно. Ну и по-быстрому раздербанить эту трансмиссию нам поможет Серега. Встречаем, мы начинаем нашу разборочку. Фильтр в металлическом корпусе. Фильтрующий элемент – сетка. Очень важно, что он доступен сразу после снятия поддона. На магнитах стружки мы не видим. Вот это фрикционный осадок, а при капремонте на магнитах встречается стружка. В гидроблоке два шифтовых соленоида S1 выполняет переключения между второй и третьей передачами, управляет пакетом сцепления C1, а S2 выполняет переключения между первой и второй, третьей и четвертыми передачами, управляет пакетами сцепления C1, C2 и тормозами B1 и B2. Соленоид ST управляет давлением для сжатия фрикционов, а также золотниковыми клапанами при переключении третьей и четвертой передачи. Соленоид SL управляет муфтой блокировки гидротрансформатора, а соленоид SLT управляет линейным давлением. По гидроблоку, как правило, проблем нет, но его надо обязательно промыть при капремонте трансмиссии. Самые нагруженные соленоиды SL и SLT. Соленоид SLT для Toyota можно приобрести отдельно, а вот на трансмиссиях AW8040LE, которые предназначаются для установки на автомобиле General Motors, этот соленоид продается вместе с гидроблоком. Цена заоблачная, а именно из-за неисправности этого соленоида пробуксовывают фрикционы и сгорают. При капитальном ремонте, вызванном пробуксовками на передачах, обязательно меняют три уплотнительных тефлоновых кольца, которые находятся в задней крышке. Через заднюю крышку вынимается вот такая деталь – барабан реверс, внутри барабан форвард и два пакета сцеплений C1 и C3. Из-за проблем с давлением и низкой силой сжатия фрикционов возникает пробуксовка на первой, второй и третьей передачах, а следом возникает выработка на двойном барабане forward-reverse. В нашем случае барабан без выработки и износа. Сцепление C1 forward участвует в передаче крутящего момента на первой, второй и третьей передачах. Здесь четыре фрикционных диска. Состояние идеальное. А вот это пакет Reverse. Здесь всего два фрикционных диска и он задействован на заднем ходу. Состояние тоже идеальное. Тормоз B1 Overdrive and Second задействован на четвертой передаче и на второй передаче только в режиме 2. Здесь два фрикционных диска и этот комплект сгорает во вторую очередь из-за проблем с линейным давлением. Тормоз B2 Second Brake участвует в передаче крутящего момента на второй, третьей и четвертой передачах. Состояние тоже огонек. Фрикционных дисков тоже два. Следующая деталь, которую достал Серега, это сдвоенный планетарный редуктор Ravigno. Вот одна его солнечная шестерня, вот вторая. Обратим внимание, что в его конструкции есть две обгонных муфты. Вот одна обгонная муфта и вот вторая. Тормоз B2 участвует в передаче крутящего момента на второй, третьей и четвертой передачах. Состояние тоже отличное. В этом пакете четыре фрикционных диска. Сам маслонасос и его втулка не имеют конструктивных недостатков, а вот сальник живет недолго. Из-за износа сальника возникает снижение уровня трансмиссионной жидкости, а это приводит к износу втулки, деталей трансмиссии. А в самых запущенных случаях изнашивается и сам маслонасос. Маслонасос может стать жертвой неправильного монтажа трансмиссии и гидротрансформатора после замены заднего сальника коленвала. Неумелые мастера иногда неправильно помещали шейку гидротрансформатора в прорези приводной шестерни маслонасоса. Но это не мешает притянуть колокола КПП к двигателю. В этом случае лопается передавленная шестерня. В нашем случае состояние втулки, шейки и шестерни образцовое. На версиях этой трансмиссии для автомобилей GM на коробке дифференциала примерно вот здесь находится шестерня спидометра. Со временем она срывается и проскальзывает, и стрелка спидометра не поднимается. Между планетарным редуктором и дифференциалом находится вот такой промежуточный вал, а вот это ведущая шестерня дифференциала. Пакет сцепления C2. В нем всего два диска, задействован на 3-й и 4-й передачах. Проблемы с ним возникают сразу при утечке давления. Утечка давления возникает из-за износа уплотнительных колец на валах. Также проблемы с этим пакетом возникают из-за наличия в гидроблоке продуктов износа муфты блокировки гидротрансформатора. Состояние, как и у всех пакетов в этой трансмиссии, отличное. Редуктор опирается на шариковый подшипник, который находится в обойме корпуса. Крутящий момент двигателей 1.6, с которыми агрегатируется эта трансмиссия на автомобилях Suzuki и Chevrolet, создают избыточную нагрузку на редуктор. Но в первую очередь страдает сам подшипник. Его шарики изнашивают легкосплавный корпус трансмиссии, после чего возникает люфт в опорной обойме. Чем сильнее люфт, тем сильнее гуляет планетарный редуктор. Нарушение соосности редуктора приводит к откалыванию сателлитов и фрагментов солнечных шестерен. Следом изнашивается хаб между ведущей шестерней и коронной шестерней. На люфт подшипника и износ АКПП указывает едва заметный гул при движении, а при тотальной поломке трансмиссия начинает хрустеть и перестают тянуть из-за обрыва планетарного редуктора. До этого появляются пинки в работе трансмиссии, заметные при переходе от движения наката к ускорению на магнитах, собирается стружка. Эта дорогостоящая неприятность встречается на автомобилях Suzuki и Chevrolet с двигателем 1.6. Корпуса этой коробки пользуются спросом, но есть уже решение по восстановлению. Но по сопоставимой цене вы можете купить контрактную AW8040LE в «АвтоСтронге». В нашем случае люфт отсутствует. Это говорит о том, что посадочное место не изношено и мы видим, что планетарный редуктор без износа, то есть без замечаний. Ну что, разборка закончена, Серега, резюмируй. Трансмиссия в целом неплохая, но мне приходилось ремонтировать такую же версию Toyota Yaris. Пришлось искать центральную часть корпуса. И где же ты ее нашел? В «АвтоСтронг». Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».